С каждым годом все больше автомобилей на улицах наших городов, а к концу пятилетки число их увеличится в несколько раз. Но вот беда, каждый новый автомобиль это лишняя порция вредных веществ, отравляющих воздух городов. Что ж, так и будет? Нет. Выхлоп станет безвредным. Над решением этой проблемы работают ученые многих научно-исследовательских учреждений. Мы в лаборатории автомобильных нейтрализаторов. Пробы газа, взятые из выхлопной трубы работающего двигателя, подвергаются тщательному анализу. Приборы показывают наличие в них угарного газа, окислов, азота, углеводородов. Это результат неполного сгорания топлива. Но ведь сгорание это реакция окисления. Есть вещества, намного ускоряющие ее, катализаторы. Если к шарикам, покрытым таким веществом, подвести, например, водород, он самовоспламеняется. При этом катализатор участия в реакции не принимает. Ускоряя сгорание, сами шарики не горят. А чтобы эффект их действия усилить, площадь контакта катализатора с газом увеличивают. Делают шарики пористыми, например, из окиси алюминия. Каждый из них не больше горошины, а активная поверхность его равна 10 квадратным метрам. Так, в физико-химическом институте имени Карпова получили отличный наполнитель для нейтрализаторов, отработавших газов двигателей. Целое семейство таких опытных устройств предназначено для различных типов легковых и грузовых автомобилей. Вас, конечно, интересует, как работает такой нейтрализатор. Вот испытательный бокс. Запущен двигатель. Горячие газы выхлопа из глушителя поступают в нейтрализатор. Что же в нем происходит? Через эжектор сюда засасывается чистый воздух. Вредные газы перемешиваются с ним и, проходя сквозь слой шариков, покрытых катализаторами, сгорают. Ну-ка, что теперь покажет анализ выхлопа? Содержание вредных веществ снизилось до сотых долей процента. В десятки раз. Даже в шахтах, в тоннелях, в цехах могут работать автомобили, снабженные такими нейтрализаторами. Выхлоп станет неопасным. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ